Всем привет! С вами Оля и добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю классический киевский торт с воздушными хрустящими коржами и масляным кремом. Процесс его приготовления занимает длительное время, но он того стоит. 6 яиц крупного размера разделяю на белки и желтки. Разделять яйца нужно аккуратно, так чтобы в белок не попало желтка. Белок каждого яйца отделяю в отдельную чашу. Это делаю для того, чтобы в уже отделенные белки не попал желток, если он вдруг потечет. После разделения белки накрываю крышкой и оставляю при комнатной температуре на 12-18 часов. Желтки также накрываю и убираю в холодильник. Разделяю яйца накануне вечером, так чтобы на следующий день уже можно было продолжить приготовление. Отчищенный и обжаренный фундук отправляю в чашу блендера. Измельчаю его до однородной, не очень мелкой крошки. Фундук можно заменить на орехи кешью, либо грецкие. Также их предварительно обжарить, очистить и измельчить. Готовую крошку пересыпаю в чашу, добавляю к ней сахарную пудру, крахмал, я использую кукурузный, и муку. Все ингредиенты хорошо перемешиваю и оставляю на столе. Далее займусь приготовлением белков для теста. В чашу миксера отправляю белки и начинаю их взбивать сначала на небольшой скорости, постепенно увеличивая скорость до максимальной. Взбиваю белки до легкой однородной пены и начинаю постепенно небольшими порциями добавлять к ним сахар. После добавления каждой порции взбиваю белки еще 20-30 секунд и после чего добавляю уже следующую. После добавления всего сахара, также к белкам отправляю ванильный сахар. Продолжаю взбивать белки до устойчивых пик. Взбить белки нужно очень хорошо, так чтобы в дальнейшем они не опадали. Вот такая хорошая плотная белковая масса у меня в результате получилась. Она хорошо держит форму и при переворачивании чаши остается на месте. И далее в чашу добавляю сухие ингредиенты. Делаю это в 2-3 этапа небольшими порциями. После добавления все аккуратно перемешиваю уже с помощью лопатки без использования миксера. Перемешиваю движениями в одну сторону, поднимая белковую массу снизу вверх. Перемешать нужно быстро, но при этом тщательно. Долго замешивать не нужно, как только сухие ингредиенты вмешались, добавляю следующую порцию. И еще раз все перемешиваю. После замешивания вот такое густое, пышное тесто в результате должно получиться. На противень, застеленный пергаментной бумагой, ставлю съемное кольцо от формы и выкладываю в него тесто. Я буду делать 2 коржа, поэтому тесто распределяю примерно равномерно, оставляю несколько столовых ложек. Массу аккуратно разравниваю лопаткой и снимаю кольцо. Ставлю его рядом и также заполняю тесто. В процессе выпечки заготовки увеличатся в размере. Если у вас есть 2 знаковые формы, то лучше выпекать в формах. Но застелить пергаментной бумагой пока ничем не смазывать. Оставшиеся пару столовых ложек теста распределяю на пергаменте, не соблюдая никакой формы. Это в дальнейшем пойдет на обсыпку торта. В заготовке коржей убираю в духовку, разогретую до 140 градусов. Сушиться они будут примерно 2-2,5 часа. За это время они немного увеличатся в размере и станут легкого золотистого цвета. Готовые коржи будут легко отделяться от пергамента и будут легкими и невесомыми. Аккуратно разрезаю коржи ножом, чтобы отделить друг от друга. И перекладываю на решетку до полного остывания. Коржи можно приготовить накануне и оставить их при комнатной температуре еще на 10-12 часов. Чтобы они еще подсохли и стали более хрустящие. После остывания по желанию коржи можно подрезать до нужного диаметра. Внутри коржи получились пористые и полностью сухие. Из обрезков коржа и дополнительного выпеченного маленького коржика делаю крошку. Коржи легко крошатся и сделать это лучше руками, без использования блендера. Так получится для обсыпки крошка разного размера. Далее займусь подготовкой крема. В сотейник отправляю желтки. Добавляю к ним сахар и венчиком все тщательно перемешиваю до однородности. Далее постоянно помешивая, вливаю к желткам горячее молоко. Вливаю небольшими порциями или тонкой струйкой, так чтобы желтки не сварились. Сотейник ставлю на средний огонь и постоянно помешивая, довожу смесь до кипения. Смесь нужно обязательно помешивать, так чтобы на дне она не пригорела и не образовались комочки и горелый привкус. После того, как смесь закипит, она начнет петься и расти. Держу ее на огне еще буквально 5-10 секунд и снимаю. Сразу переливаю ее в заранее подготовленную чашу, чтобы остановить заваривание. Горячая заварная масса по консистенции как взвученное молоко. После остывания она станет более плотной. Сразу после приготовления в горячую смесь можно добавить по желанию ванилин, либо ванильный сахар. Накрываю ее пищевой пленкой в контакт и оставляю остывать до комнатной температуры. После остывания заварной массы продолжаю готовить крем. В отдельную чашу выкладываю мягкое сливочное масло. И взбиваю миксером на высокой скорости до пышности и побеления. У меня этот процесс занимает примерно 6 минут. И вот такое пышное, воздушное и белое масло у меня в результате получается. Заварная масса полностью остыла и стала более густой. Небольшими порциями, буквально по 2 столовые ложки, начинаю добавлять ее во взбитое сливочное масло. И каждый раз после добавления все хорошо перемешиваю. По желанию крем можно добавлять не только в заварную массу, а также обычный классический крем, либо же сгущенное молоко. По желанию в крем можно добавить коньяк, ваниль, либо ванильный сахар. И все еще раз хорошо и тщательно перемешать. Крем в результате получается пышный, однородный и без крупинок. Он невесомый и воздушный, легко держится на лопатке. Небольшое количество крема раскладываю по разным чашечкам. Я откладываю примерно по 1 столовой ложке, но можно и меньше. Одну часть крема оставляю белой, остальные окрашиваю в нужные мне цвета. Зеленый, красный и бирюзовый. Оставшийся крем разделяю примерно на 2 равные части. В одну часть крема добавляю какао-порошок. Количество какао может быть разное, 1-2 столовые ложки, в зависимости от того, какого цвета вы хотите добиться. Все хорошо перемешиваю и приступаю к сборке торта. На подложку наношу немного белого крема, распределяю его тонким слоем и сверху выкладываю первый корж. На корж выкладываю практически весь белый крем, оставляю совсем немного, чтобы заполнить пустоты по бокам. Равномерно его распределяю по поверхности. Сверху крем накрываю вторым коржом. Корж немного сверху придавливаю, так чтобы он хорошо закрепился и крем более равномерно уже распределился под корж. И с помощью лопатки прохожусь по бокам, собирая излишки крема и добавляю его там, где не хватает. Сверху и по бокам торта распределяю крем с какао. Оставляю пару столовых ложек крема для украшения. Крем выравниваю максимально возможно и убираю торт в холодильник буквально на 30-40 минут, чтобы крем чуть-чуть охладился и его можно было более гладко выровнять. После охлаждения по бокам торт присыпаю, убираю остатки крошки, почищаю подложку и приступаю к украшению торта. Белый крем помещаю в кондитерский мешок и отрезав небольшой носик наношу сеточку на поверхность торта. Кремом с какао и небольшой насадкой делаю фигурный край. Далее отсаживаю большие красные цветы, дополняю их листьями. Бирюзовым кремом отсаживаю маленькие цветочки. Серединку всех цветов дополняю белым кремом. Готовый торт убираю в холодильник на несколько часов. И вот такой красивый, очень аппетитный и нарядный торт у меня получился. Если вы любите безе, то этот торт вам точно понравится. Нежные, воздушные, хрустящие коржи с орешками отлично дополняются таким же нежным и воздушным масляным кремом. Пробуйте приготовить, удивляйте себя и радуйте своих близких. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайк, если видео было полезным. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok